я говорю всем привет давайте рассядемся поближе наконец-то мы в эфире у нас сегодня лекция разговор про разработку в питончике и я хочу сделать некоторые заявления насчет того что у нас я на лекции по архитектуре по линуксу говорил что у нас будет лекция по линуксу в нынешнюю субботу который понедельник но на самом деле нет по сетям на самом деле нет потому что лекции по сетям осталась одна а вот лекция по совместной разработке осталось 2 даже 3 но вот это это бонусная лекция она была если вы видите 5 мая прочитаны вот я устрою отдельный вопрос хотите ли вы слушать лекцию 5 мая 6 вот в прошлом году но у нас есть еще две темы которые нужны на питончике рассказать и это значит что у нас есть две лекции стало быть в день в эту субботу а мы помним что суббота рабочий день по понедельнику по все дела в эту субботу у нас лекция по питончику в какое время я попробую договориться отдельно но скорее всего не знаю по питончику короче лекция а по сетям будет одна лекция после майских последний про тонулирование и выпить потому что она одна а тут их 2 вот такие дела все равно у нас у 321 группы например праг в эту субботу по понедельнику поэтому я надеюсь с кем-то из вас все-таки встретиться такие дела и лекция будет по питончику единственное что может быть ее news не надо устраивать в 6 часов вечера а она не в 6 они в 6 она как раз после прав все хорошо да а сегодня значит мы разговариваем про автоматическую автоматизацию сборки вот и это такая тема довольно смешная в том смысле что для меня как для человека который последние 20 какой 20 возможно даже 30 лет занимается свободным софтом и очень часто занимается таким поддерживать такой процесс который собственно называется сборка особенно для программ на си и таких компилируемых языках для меня понятие сборки проекта это нечто неотъемлемое от существования комфортного существования в самом проекте вот но совсем другое дело эти самые питонисты которые как раз про сборку имеют очень очень отдаленное представление потому что язык некомпилируемый и поэтому основная задача которая стоит перед всеми программистами там на сисе присплюс джава еще чем-то вот есть исходники а надо получить бинарник перед питонистами не стоит перед питонистами стоит задача там получить дистрибутив этот колесо питоне это об этом если как раз будем говорить на лекции которые в субботу понедельник да возможно что-то там такое вручную переконвертировать вот ну и так далее значит тут сокращение с меня задает вопрос не по теме я даже не знаю что такое в царе сп поэтому не могу ответить на этот вопрос давайте вы это лучше в чатик спросить в тот да ну вот то есть с одной стороны мне бы очень хотелось рассказать что без этого в общем жить довольно тяжело вот даже в питоне мы сейчас увидим на самом деле вот а с другой стороны вот ну нет такой традиции мы это тоже сейчас увидим вот значит давайте я сначала немножко петеретизирую сегодня вообще довольно много бла-бла будет к сожалению а потом покажу что из этого вышло вот у нас есть исходники в нашем гите вот у нас есть дистрибутив скажем питоне колесо который нам нужно сделать для того чтобы даже на некомпилированном языке тип питона получился дистрибутив нужно пройти несколько стадий значит во первых мы уже знаем по разным инструментам типа документирования тогда и тестирование между прочим тоже о понятии генерат вот причем если в случае тестирования генераты бывают в основном мусорные они нужны для того чтобы там быть посмотреть там каверич еще что то но они вообще никак нас не никак нам не нужны для формирования дистрибутива то например в случае документации эта документация может входить в дистрибутив то есть генерат который получается в результате запуска того же сфинкса это то что называется целевой генерат то есть штука которая возникла в процессе сборки нашего проекта и при этом должна быть помещена там в колесо потому что это там хелп какой-то еще чего вот более того значит бывают такие генераты которые нужны для других генератов которые нужны для других генератов чтобы получился значит в конце концов то что нам нужно такие генераты называются промежуточными вот типичный пример это как раз в сишных всяких проектах это объекте объектные файлы которые надо еще скомпоновать чтобы получился бинарник вот ну их тоже надо как-то они тоже должны как-то получаться сначала кто-то должен произвести какие-то действия чтобы эти значит объектники из чего-то произошли до вызвать компилятор то есть иногда вот эти самые генераты в вашем проекте имеют друг на друга зависимости да мы сначала змеем одно только после того как мы это одно сгенерируем и генерируем другая и так далее в общем как вы понимаете я сейчас описываю юз кейс и задачу инструмент который называется кану мэйк с которым вы немножко знакомы наверное когда вам рассказывали про мы смысла мы с вами его смотрели на лекциях про разработку под линукс но и на том в лекциях по осям тоже мейком чуть-чуть занимаются вот но пока что мы давайте давайте остановимся именно на понятие того что мы храним а что мы генерируем вот генераты хранить в репозитории не надо потому что их все равно перегенерировать они засоряют репозиторий они постоянно обновляются если вы сами что-то какую-то кнопочку нажали мы даже видели пример генератор который постоянно обновляется это под файл в файлах перевода потому что в нем есть таймстэмп я даже где-то нарыл ключик что если ничего не изменилось там стэмп не обновлять тогда генерат не изменять вот однако я сегодня когда готовился к лекции подумал что подумал что бывают ситуации когда генерата хранить надо эта ситуация в целом 1 когда у вас предполагается что та среда сборочная которая будет собирать ваш ваш дистрибутив не обладает всеми инструментами которыми пользуетесь вы как разработчик так и типичный да что такое типичный пример это всякие дизайнерские штуки когда человек работает с кем-нибудь не стала быть сказано фотошопом на генерирует вот этих photoshop d файлов psd файлов вот они же ничем нормально не конвертится до того чтобы их из них сделать какой-нибудь и свой дешечку и какой-нибудь не знаю пангашечку нужно запустить photoshop очевидно что если вы планируете потом где-то на стороне автоматически или даже не стороне да а ваш товарищ планирует собирать это в пакет понятное дело что исходники psd файлов никого не интересует а интересуют как раз генераты и видимо их придется хранить видимо их придется хранить в репозиторию еще один пример это из нашего курса как раз по разработке под линукс это конфигурь помните значит есть такой инструментарий авто туз он написан на языке м4 там много-много-много-много всякого искусственного мозга образца значит прошлого тысячелетия которые проверяют наличие всяких инструментов с помощью которых у вас собирается собирается предполагается собирать ваш проект на хи ну или на чем-то таком вот и в результате работы авто туз формируется скрипт на шеле который называется конфигуре который собственно и занимается этой проверкой проверкой значит нужных сборочных инструментов в окружении вот поскольку проект авто туз был разработан как я уже сказал в прошлом тысячи он рассчитан в том числе на такое использование что на той машине на которой вы собираетесь этот самый ваш проект собирать shell есть а больше в общем компилятор есть а больше ничего нету всех вот этих странных инструментов которые с собой притаскивают авто туз просто нет получается так что авто конв мы запустить не можем авторы конв а вот конфигури шелл скрипт вот это запустить может вот поэтому finconfigure тоже очень часто хранится в исходниках хотя но она как мы знаем из прошлого семестра чистый генерал вот кстати я соврал на лекции когда сказал что make файл и моих . бат которые генерируют сквиз синской quick start это генераты нет это вообще не генерал понятно почему потому что это инструмент с помощью которого мы собираем наш собираем наш проект если его удалить нам придется вводить команду вручную который там внутри хотя мы видели что этот мэйк файл супер простой его действительно можно удалить и действительно можно там things build запускать вручную но в каком смысле это не генерал потому что он породился для того чтобы собирать документацию он нужен для того чтобы удалить документацию и самое главное мы его не можем автоматически произвести из чего-то нам нужно запускать сквиз с кейк старт что появился этот мэйк файл а там нужно вручную отвечать на вопрос вот поэтому нет я тогда сказал что мы файл генерал ничего не генерал просто можно не пользоваться мы сегодня увидим этот пример вот еще немножко бла-бла и так во первых в питоне нету понятия сборки как таковой потому что нет понятия компиляции линковки у нас нет задачи скомпоновать программный продукт как бинарник вот поэтому если требуется какие-то дополнительные действия типа конвертации картинок то все это делают обычно вручную ну там люди посидели значит на конвертирули запушили эти пнг щеки в гид и радуются вот а если это технологический достаточно большой проект то все равно понятие сборки как таковое в нем нету не то чтобы нормально присутствует и обычно вместо инструментария сборки используется инструментарий то что называется экшенс гитхаб экшенс до на сей сервер тоже называется continuous integration вы пишете страшный сценарий на языке вот этого сама continuous integration в котором указывайте в каком порядке какие команды которые на самом-то делится являются командами сборки вашего проекта запускать но ни о каких зависимостях между файлами между действиями как это есть в мэйке и вот в инструменте которым поговорим дальше в туду дуду вот никаких зависимости там нету вы просто подряд запускаете команды если что-то не прошло значит команда упала следующая команда не запустится потому что это предыдущая команда не сгибил генератор и вам гитхаб экшенс пришлет сообщение что у вас сборка отвалилась вот соответственно точно так же собирается документация точно также собираются тесты там на стороне сей да на стороне гитхаб экшенс или там этот самый у гитлаба это называется забыл как у них же все не так называется мне даже пол реквест называется мер шри кости ну и там вот тоже забыл не важно важно другое важно то что вот это понятие графа зависимости между объектами которые порождаются в процессе сборки она для там условных питанистов в общем не очень не очень близко а близко значит понятие такого линейного скриптования вот вот вам процедуру изготовления того же самого допустим колеса питания вода вот она если она падает значит она падает мы ее отложим . мы поговорим что такое колесо конкретно следующий раз вот следующий раз будет разговор как раз про колес и как его формировать что туда класть что-то не класть вот это все раньше это входило в эту лекцию но я как это хронически не успевал рассказать поэтому сегодня лекция будет я думаю укороченная немножко вот значит как следствие инструментов таких классических для питона по именно сборки с учетом зависимости просто нет вот люди пользуются чем чем попало чаще всего пользуются вот такой штукой который называется talks и вот потому что вот он автомашин project но смотрите сюда ключевое слово тестинг до talks это инструмент такого автоматизации тестирования то есть примерно того чем мы говорили на прошлой лекции только завернутого в некоторые некоторые последовательности сценариев скриптов чего-то такого чтобы можно было все это сделать автоматом и желательно там на гитхабе в процессе значит в процессе ся и процессе continuous integration ну точнее continuous build довольно часто люди тем не менее вставляют прямо в talks какие-то дополнительные команды по сборке тех самых как мы их назвали целевых генератов которых изначально в исходниках нету но они должны там потом войти в пакет который значит тоже гитхабе что делать вот пишут на токси вот такие вот значит штуки вот но в действительности к сожалению все равно это уваливается примерно в то же самое у нас есть последовательность действий какая-то из этих последовательностей это тестирование какая-то это значит создание генератов но если последность где это упало значит она упала все да это это другой инструмент вот то же самое относится и к github action их уже много раз много раз упомянутым и как ни странно есть еще такой вариант делать это в гитхуках вот вы типа пушите а он там значит что-то делает вот вы пулить а он там сразу вам в рабочую копию что-то собирает вот понятное дело что гитхук это вообще глупая идея вот потому что там просто одноуровневые shell скрипты запускаются да по каким-то событиям вот а еще есть проблема что вот предположим вас есть мэйк файл одну про этому поговорим чуть позже но упомянем упомянем эту проблему на каком языке писать саму логику сборки уда запуск компилятора запуск конверта на каком наш или окей вашел должен быть вот значит в случае гитхукса интересная тема что шел всегда есть даже под виндой потому что он входит в то что называется гид баш вот хуки пишутся на шеле соответственно любые гид хуки пишутся на шеле и когда вы их изначально и когда вы их трогаете они должны выполняться даже под виндой так что если вы ставите гид под винду то там шел есть вот но там много чего другого нет сейчас я это чуть-чуть упомянул вот вот гид хапы экшенсы гигаб экшенсы это гораздо более сложная штука но тем не менее она строго линейная то есть я не видел никаких идей про зависимости поэтому я осторожно говорю что она тоже одна уровня в том смысле что у вас есть просто действие их порядок если у вас сто пятьсот файлов никто не будет и вы обновили только один никто не будет обновлять только один генерат вот одна ряд все сто пятьсот файл в каждый экшен это я наблюдал на большом проекте довольно часто вот главный достоинство github экшенс как средство автоматизации это то что нам хостинг данном случае github предоставляет сразу несколько платформ сборки чего у вас дома скорее всего не будет там разные linux и винду кажется даже под макос можно собирать вот это полезная штука вот но она немножко из другого она есть как раз следующий нашей темы даже из там из той части к темы как про которую я много рассказывать не буду это как раз континус интегрэйш у меня просто нету здесь достаточно опыта чтобы вам еще что-то вещать со знанием дел вот соответственно главный недостаток github экшен состоит в том что у вас на вашей стороне нету даже инструмента чтобы проверить вы правильно этот экшен написали или нет то есть вы пишете какую-то значит там и там кажется файл вы выплевать в гид ха посмотрите лук а он вам что-то такое говорит вот это пляски с черным ящиком они мне лично как человеку который очень не любит работать в условиях недостаточной информационной наполненности они очень диском по моему можно что-то поставить что у себя как-то локально прогонять есть несколько проекта есть какие-то проекты но я вот почему ты так и не нашел такого который можно рекомендовать на это вот ну и да в результате вы из-за того что там у вас много разных платформ очень модно писать сто пятьсот скриптов под все операционные системы где-то на ксмд где-то на баши где-то на z shell потому что это макосе так далее ну вот вот такая вот вот значит еще немножко бла-бла про то какие могут быть универсальные инструменты сборки все таки когда мы работаем с питом вот тут человек есть штука которая позволяет тестировать github actions локально работает на докер контейнерах ну это уже звучит угрожающе осталось только понять как она называется и да значит давайте сначала обсудим а чем плохо собственно мы ну помимо того что я знаю нескольких людей у которых значит страшно бомбанула просто от самого синтаксиса мэйка от наличия там табов от всего вот этого и они значит очень его не любят 20 мэйк или в аналоги потому что есть же всякие эти самые мизоны вот вот это вот все вот но мизон правда чуть более высокоуровневые не за нами забил значит во первых вам понадобится зависимость вот иметь возможность запускать мэйк и баш откуда ты я сегодня потратил час на то чтобы меньше часа на то чтобы попробовать поставить гид баш а в него еще поставить мэйк в винду вот это очень смешно значит во первых ребята которые делают порт гита на винду делают гид баш они говорят мы принципиально не ставим никаких пакетных менеджеров потому что мы не собираемся это поддерживать нам гита хватает ну мы не про это но если очень хотите ставить то что называется гид for windows sdk только он 5 гигабайтов занимает потому что это полная система разработки где-то под windows под windows вас только не под windows а вот под вот эту систему ну короче 5 гигабайтов я ставить не стал вот а для того чтобы туда поставить просто бинарник под названием допустим мэйк надо его скачать соответствующую дистрибутиву который называется минговые 64 только он там запакован упаковочкам за ст д которого нету в гид баша значит нужно поставить этот упаковочек но его оттуда поставить нельзя потому что он запакован тоже ст д значит нужно идти где-то найти ну короче этот как обычно все венди вот говорят есть супер-пупер репозиторий под названием шоколадники шоколадники где все в шоколаде и куча куча всяких бинарников под винду с пакетч-пакетч менеджером я даже не стала вы трогать вот вот да значит есть такие ребята они называются almost make которые делают реимплементацию make на питоне если кто-нибудь когда-нибудь внимательно читал хотя бы пятую часть документации погну мейку вот видимо никто я не слышу значит нервического смешка среди всех здесь присутствующих невозможно реимплементить make ни на чем потому что он огромный у него совершенно развесится синтаксис так что какие-то простенькие make файлы такие вот простенькие almost make вполне себе жует вот а не простенький не жует вот значит отсюда вследствие нам нужно искать что-то что как-то как минимум решить наши задачи ребята которые пишут токс они говорят не пишите инструменты сборки на токс пишите его на штуке который называется инвук я ее потыкал хорошая штука вот естественно естественно она ориентирована на на запуск опаньки команды с командной строки то бишь нашели или на том что у вас его заменяет так что идея с кроссплатформенностью опять провалилась вот ничего и написано на питоне но наверное мы готовы с этим смириться пускай пускай синтаксисом написание нашего нашего файла управляющегося сборкой пускай будет питом хорошо вот в общем этот да значит попытка просто поискать билд туз на а пайпай приводит вот к этому каждый понятно пионер что-нибудь пушащий на пайпай называет свой инструмент убил туз потому что не знает как то еще назвать вот вот почему вот интернете в пропорционал фитинг with n dimensions for python называется билд туз это вы знаете поэтому ключевое ключевой поиск по ключевому слову ничего не дал вот так что и сегодня как и в прошлый раз и позапрошлый раз мы будем разбирать не на примере мы как потому что потому что не хочется майк хочется что-то на питоне на примере такой штуки кто называется дует дует вот дует это инструмент который позволяет вам организовать систему сборки вот сейчас давайте мы посмотрим примерчик большой сразу написав на питоне несколько функций которые функции кстати они могут быть не функциями а к рутинами в от том числе программами значит которые функции с точки зрения идеологии вот этого инструментария дует являются заданиями вот например задание мы берем вызываем какую-то функцию на питоне которая просматривает наши исходные файлы на питоне же и выводит список импортов которые значит в этом питоне были вот он списка импортов она складывает куда в кого не знаю куда складывает кстати а модуль пас как у чем какой результат непонятно в общем видим она его возвращает потом насчет мы берем этот список и с помощью граф визы с помощью специального опять же функции на питоне модуль to dot превращаем его в картинку а потом конвертируем его эту картинку в png на этот раз уже дернув из командной строки строчку в которой написано сконвертирует с помощью утилиты dot из файла под названием request dot file request png значит сконвертировать его вот плохой пример между прочим у меня есть пример лучше вот если опять-таки в целом давайте мы еще чуть-чуть бла-бла есть опять-таки в целом то идея значит идея да это следующее вот у нас есть так называемые задания сейчас поменьше сделаем задание задание это как раз описание того что мы хотим сделать неважно это конвертация или там изготовление одних файлов из других это просто запуск чего-то запуск тестов все что угодно просто задание такая тема нам знакома такие точно задания есть и в гитхаб экшенах и везде но во первых отпишется на питоне во вторых как мы видели у него достаточно интересный синтексис вот такой вот где простой пример все примеры сложные ну вот простой пример смотрите значит вот у нас есть функция под названием силу вот она задает какую-то переменную вот экшен то что нужно выполнить и если у нас в качестве экшена указан указан массив строк ну список строк это значит что это команды шеллы эти команды шелл надо выполнить то есть если вот сказать вот так вот давайте мы прямо это сделаем чтобы уже бла-бла закончилось так вот тут все чисто вот ой а тут есть дудо откуда он тут взялся ой как красиво сути а как так вышло а это результаты предыдущей лекции а очень легко все просто вот сейчас мы возьмем более более старый вариант с этим я потом разберусь вот здесь ничего нет ну естественно нам нужно естественно нам нужно поставить этот дует в окружении обращаю ваше внимание на то что дует это сборочная зависимость и вот тут нету вас давайте сначала сделаем апдейт значит надо его поставить он должен оказаться вот здесь где в пэкаде окей ну давай 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 вот сейчас папин стал минус д дует это был такого нету вот и вот мы сейчас сделаем первый дуду файл который ничего не делает чего тебе не нравится там питончик что неправильно ну-ка да нет а че ему не нравится так работает а о сам дипенденсис а я такого не видел че делал не так какие какие идеи а он туда вот суммарши тевтанский гений который пишет пипен сначала добавил этот дует в конфиг а потом выяснилось что он не установился молодцы молодцы насыпал нас заспал нас каким-то странным сообщениями что ничуть ничуть не вышло ну ок да ну так чего файл должен называться до до птица такая вот и вот значит самый простой способ самый простой вариант этого дуду файла выглядит вот так дует 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 о вот обратите внимание что это эхо неизвестно куда вылезло потому что потому что оно так работает надо сказать ему что-то типа вопросом написали дует и и что он выполнил первое попавшееся задание под названием хелло да 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 только он у него неизвестно куда вывел сейчас мы это выясним там надо слово вербозить ему сказать не понял все равно не понял я точно помнишь надо как теперь определить вербозить и тогда он скажет ему не надо запустить именно эту задачу задание такому можно сказать но он уже ее запустил смотрите он второй раз не будет запускать он скажет вот видите нет будет дует дует чё там лист хелло хелло да нет смотрите все хорошо он просто не вывел на экран я просто пытаюсь вспомнить как в этом удивительном фреймворке выдачи на экране понимаете как если у вас при сборке вводится всякие сообщения читать их неинтересно интересно читать в стадии сборки вот ну вы можете ладно давайте сделаем задайте сделаем эту руками я точно я точно знаю что руками это сделать можно он сказал не больше двух о вот если вы включаете вербозить равные двуму то все что выводится туда она теперь будет и на экран то туда это куда а хрен знает надо почитать документацию вот я бы какой-нибудь файл складывал но что-то я не вижу никакого файла ну в общем идея стоит в том что этим вербозить и можно управлять и можно управлять в командной строке я только не сейчас не вспомню как может быть мы потом наткнемся например вот нам нужно а давайте послушайте у меня есть интересные идеи ну-ка я это уже делал о it works почему почему нет в хелпе потому что надо писать хелп нет ну короче ладно бог с ним хелп ран я думаю что он скажет что о о о спасибо и где-то тут должен быть этот самый вербозите чертов кстати его тут нету ну короче в общем вы меня поняли а нет вот он все все так видите вы 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 догадались вы лучше понимаете мозг этого человека чем я вот мы запустили эту задачу как вы понимаете задача это совершенно без мозга вот вот в этот db файл про который тут нам пишет сокращение cdb файл действительно есть он туда действительно записывает результаты но кажется он туда не записывает выдачу сейчас вот он вот он дует дыбы это такой генерат необходимый для хранения всех промежуточных результатов если они не нужны в виде файлов вот ну может быть там и выдача есть кстати давайте посмотрим я не уверен что он уже бинарный этот файл на самом деле я не уверен что в нем что-то есть это db же да нет но тут тут именно сами задания не 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 какой стадия никакого стадия стадия это для слабаков вот а значит ну ладно давайте двигаться дальше я правильно понимаю что главный смысл дуэта в том что он в отличие от мейка кроссплатформе то есть его можно запустить везде где есть интерпретар питона просто да только вот команды вам придется писать либо на питоне либо вызывать их из командной строки такие какие есть то есть смысл в том что у нас может быть несколько разработчиков один любит винду другой там юникс систему да да единственное единственное что вам придется писать все задания ли на голом питоне или рассчитывать что какие-то инструменты там типа того же гитая или чего-то такого доступны из командной строки на любой платформе вот в этом смысле этот самый инвок примерно так же устроен просто он видите весь такой ну вот значит действия если у вас генераты то у вас может быть понятие targets и файл депс вы просто пишите какие файлы генерируются в результате выполнения этого действия и от каких файлов они зависят почти как в мэйке только гораздо более шумный синтаксис потому что в мэйке это делается так зависимости двоеточий генератор наоборот генерат двоеточие зависит вот ну собственно вот 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 все вот это да это и есть классическое мэйн . мэйн . о двоеточие мэйн . си запятая пробел девс . htc ну понятно вот но главное что у этой у этой системы есть понятие файловых зависимости то есть вы можете описать цепочку генератов как они генерятся и если один генерат гениться из другого а другой из третьего то он упорядочит упорядочит эту эту генерацию где-то туда должно было написано быть вот вот смотрите пример давайте мы его тоже мы его тоже за это самое посмотрим вот да вот смотрите значит здесь есть два задания одно задание создает файл она называется create а другое задание этот файл а она его перетирает давайте мы здесь делаем вот так вот ну как бы перетирать давайте могут дополняет вот значит как вы понимаете эти задания чисто на шеле написаны понятное дело touch эхо вот это все но дело не в этом дело в том что поскольку вы объявили targets и демп то дуду сам дует сам сам понимает какое задание надо выполнить первому какой вторым первое выполняется креет а второй модифай только в этом ну в таком состоянии давайте попробуем сначала креет потом модифай при этом он отслеживает также как мэйк отслеживает время создания файла например если мы скажем кстати интересно вот если мы скажем что у нас фу обновился вот то он у вас возьмет и пересоздаст кстати почему а вот модифай не запустит потому что он и так свежий непонятно кстати что за что за что за какая логика давайте посмотрим какая тут логика никакой а да значит идея стоит в том что он запоминает когда происходило происходил вызов задания но не определяет что задание уже запущены мы не можем без специальных там есть специальный таргет мы не можем без специальных символ без специальных дополнительных действий сказать что вот задание надо fingerprint один раз там есть такой таргет не такой параметр вот это запускается только один раз ну в общем в любом случае в любом случае у нас а почему making запустился а потому что вот видите крей запускается всегда крей запускается всегда потому что он ни от чего не зависит сам таск рейд про него неизвестно что ну короче он запускается всегда и поэтому каждый раз обновляет этот файл такая вот история значит есть также зависимости и на задание то есть в отличие от мэйка где у нас все по файлам устроена в в дуду есть зависимость одного задания от другого то есть если мы запускаем вот это задание перед ним надо запустить запустить предыдущие задания 20 это довольно удобно вот давайте попробуем это да что здесь написано здесь написано что есть два задания фу и бар что ты все время не хочешь два пробела отстанет мне против вот есть групповое задание которое зависит taskdip от фу и бар это значит что если мы запускаем задание мой групп то сначала не сначала должно выпустить запуститься фу и бар если они вообще актуальны но поскольку здесь проверки актуальности нету они должны запуститься всегда вот такая значит такая такая зависимость заданий на задание давайте попробуем дует вот мой групп обратите внимание что поскольку эксенс ноль то даже когда мы будем дует мой групп он не говорит что соответствующее задание мой групп выполнены потому что нету экшенс но зато выполнено то чего не в зависимости давайте еще за и скажем ему минус в нет минус в 2 о помните вербозить и вот он эхо вот это эхо нам вылезла вот это вот 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 что еще для очень многих примитивов типа создать файл удалить файл еще чего то есть уже заранее написаны задание на питоне потому что в принципе можно запускать задание не только на языке командной строки но и на питоне вот как мы видели в самом начальном примере который оказался мутники потому что мы не знали что за функции вызываются но это были питоновые функции если у вас есть функции на питоне тоже является экшен вот да эта программа на питоне то есть вот этот файл дуду . пыль это именно программа на питоне это не просто какой-то синтекс имитирующий питон это именно питона запускается вот ну и и так далее и так далее как мы видели в примере на титуле есть всякие встроенные переменные типа диппенденции с чейджет это список измененных файлов измененных генератов или исходников и список измененных файлов на основании которых надо что-то дальше делать таргет это список таргетов но и так далее в общем вот в общем довольно много чего есть в этом самом думаете вот они более менее развиваются хотя у них релиз последний был в двадцать втором что ли году вот но они довольно прилично развиваются вот давайте мы попробуем попробуем взять и перевести на дует какой-нибудь мэйк файл простейший вот я для этого собственно склонировал мут из в исходном состоянии они в том который у нас получилось после прошлой лекции вот вот у нас есть мэйк файл который как вы видите сгенерил сфинкс в этом проекте который значит мутист но я ему этому сфинксу еще приделал два таргета клин и чек вот ну потому что есть мэйк файл давайте мы этот мэйк файл этим мэйк файл воспользуемся давайте переведем это на язык на язык дуду значит для начала конечно попробуем попробуем что клин вас так мы все это убираем а клин удаляет все антрек файл там это и другое там смотрите где-то get clean удаляет значит get clean удаляет все антрек файлы и директории и каталоге еще надо букву x сказать что он еще и то что в getignor лежит тоже удалял а минусов что значит форс понятно форс почему сейчас посмотрим я честно не помню а то есть он просто не будет работать без ну каталоги он вообще не будет а он знаете что если у вас стоит защита у вас может поставить вы можете поставить настройку клинику айфорс все так на всякий случай и тогда ваши скрипты все в которых написано get clean пойдут лесом поэтому если вы хотите надо прям говорить форс это прям прибьет гвоздик зато get clean вам будет ругаться и говорить что я вам не хочу делать get clean потому что значит вот ну вот давайте значит что там туда мы мы уже его мы уже редактируем дев task он даже начинаться на слово task clean только слова clean нельзя говорить потому что у него есть свой собственный встроенный клин какой-то вот кстати к нему можно приписать help этот help будет выведен когда вы скажете дует help или дует лист вот ну и написать что-то типа actions во-первых get reset минус минус hard а во-вторых get clean минус xdf вот главное не забыть за комития сейчас этот файл а то он быть после вызова гитки рейс удалится а а это где-то было не сам так а чему не нравится over indented говорит так что ли надо и вот так вот молодец так во первых вот да ну хорошо во первых скажем дует лист вот а этот наш хелп приехал смотрите какая красота вот дует и рейс вот вот мы сделали какой-то хитомель страшный вот вот он надел какие-то билдов вот мы говорим дует и рейс он делать и рейс кстати у меня где-то в домашнем каталоге пробит комплишен для дуэта смотрите вот ну чё давайте дальше делать чтобы было понятно примерно о чем мы говорим значит что теперь хтм и дев таск хтм и вот та же самая история значит как вы видите и там вполне себе императивный язык программирования питон который притворяется декларативным если позабыть про ретерны и про то что это на самом деле просто и словари и так далее мы внезапно видим значит вот некоторое описание описание экшенов вот да ну экшенс что там сфинкс билд сфинкс билд минус м . минус м хтм . только хтм маленькими буквами хтм . потому что в этом проекте они тут лежат и и каталог билд в котором он их сохраняет как-то так ой а клинут не и рейс ну вот этот ворник обратите внимание стыды ер как тут кто-то подсказывал дмитрий подсказывал да и стыды ер таки выводится на экран а стыдаут сожирается потому что его обычно много вот много его а так его мало вот стыды ер вылез на экран потому что он ну на всякий случай вдруг это ошибка ну вот пожалуйста значит вот нас этот самый html сгенерился с документации по этому самому до сфинксу что там еще у нас было в мэйк файле чак это запуск тестов и ну вот ну то что такая же история да в общем мы можем определить дев чек только даю таск чек ну в общем дальше это я даже не знаю имеет ли смысл имеет ли смысл это повторять потому что это то что мы уже делали не имеет вот в результате мы получим вместо мэйк файла вот такой вот дует файл он будет чуть более развесистый но смысл ему в этом а главное что поскольку эта программа на питоне вы вообще-то вольны и и модифицировать как хотите вы можете писать туда какие-то дополнительные функции какие-то значит переменные водить этим переменными пользоваться короче писать не программировать вот эту сборку на питоне с учетом того что отслеживание зависимости и последовательности сборки за вас будет делать дует вот довольно удобная вещь давайте мы лучше сделаем другое давайте мы лучше сгенерируем картинку значит смотрите у нас не должна быть картинка в каком-то в каком-то странном формате ну например диаграммер да неважно чуть-чуть он такой неправильный во-первых вот во вторых это я чё не тот цвет я же сказал а надо было вот так сделать ну вот давайте мы сохраним назовем его ноу точка де вот вот у нас есть файл под названием ноу точка де да и этот файл нельзя включить документацию потому что он зараза но это фактически свг там с пирожками в формате этого диаграммера зато этот диаграммер может делать так dia минус 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 help ноу точка де минус экспорт минус а можно даже сейчас им кодир статик заодно ругаться не будет но точка де минус х статик но точка пнг вот и этот ноут но точка пнг можно включать в документацию где она тут индексы растя в качестве кто помнит как включаются так включаются я не помню кто помнит как включая а это мы можем сейчас проверить на какую-нибудь другую даму сейчас секунду это где это рст с тут прямо с картинкой мы смысле со ссылкой имидж а ну мы можем написать имидж вот такой вот так давайте проверим это не совсем фэрфокс вот тут мне не получится сделать ну ладно давайте вот это просто откроем надо убедиться что он туда встал вставился так а где я выше хочу а вот чё там и сердце мутист билд хтм из хтм о вставился теперь давайте сделаем это по уму значит у нас нету во первых у нас этот каталог вообще-то в гите не будет храниться static потому что в нем ничего не лежит он конечно static но там лежит генерат значит нам нужно что сделать нам нужно сделать дует файли сделать дев таск пнг пнг а писать ему значит make png return что тут надо написать значит тут надо писать во-первых у него есть файл файл dependencies давайте смотреть как они устроены эти файл dependencies где тут файл вот зависимость на файлы по-моему так и называется файл дев да файл дев ну точка диа таргет статик но пнг и и actions диа минус е там е была маленькая кажется тут можно написать так как они советуют в ихнем страшном синтаксисе они сейчас переходят на новый менее страшный синтаксис но пока что еще не перешли на него вот тут вот он очень странный вот так надо писать вот новый синтаксис вот такой а старый вот такой но в старом синтаксисе нужно для того чтобы его использовать новый нужно писать вот так а давайте так и сделаем потому что мне старый синтаксис пугает я боюсь его они что-то что-то странные придумали видимо это были были времена второго питона диа минус е значит что там dependencies и targets вот вот я кстати не уверен что я правильно написал ну давайте попробуем это же интересно проверить а чё тебе не понравилось сейчас нет там targets там targets потому что это список там где-то что-то не закрыл я какую-то кавычку continuation line 1 а ему не понравилась какая-то ерунда тут к сожалению список и список так что если вам нужно их конвертировать по штучно вам придется писать более сложный скрип на самом деле функцию на питоне которая просто пройдется по вот этой штуки из каждой такой сделают каждую такую вопрос особых проблем нет на самом-то деле вот ну чё попробуем во-первых надо его закоммитить это у нас сейчас и рейс этот нам такое сделает свг гид комит да мы клин кстати что делать ой это был мы дует где рейс кстати он сейчас не сработает но не сработает потому что в гид от не добавили но точка де сейчас а мы не можем стать создать так он говорит что не а таргет с кто сказал таргет с и он был прав а я был не прав нам нужно сделать еще одну нам нужно создать этот каталог вот этот каталог нужно создать потому что он в гид не попадает он пустой это можно сделать руками а можно попробовать найти здесь эмкадир какой-нибудь нет нет ну короче можно и в нем можно питоне написать во во вот идея вот вот это уже ближе к тому чего мы хотели да мы можем взять и пользоваться каким-то плагинами к этому самому дует дует который сам это делает и тогда мы можем написать в тасках буквально следующее креет фонзер с параметрами какие у него параметры build path в данном случае в данном случае только не здесь это в make png static так значит ой что я хотел d2 slash вот ой нет вот вот сюда вот сюда вот предполагается что мы сначала создадим этот фолдер причем это 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 сделает функции на питоне вот это а потом мы взросли таки запустим внешнюю команду где который будет делать вот так кстати наверное можно и сфинкс запустить из питона он же стоит где то значит можно проимпортить не обязательно же дергать утилит командной строки вас а еще раз почему вы написали кред фолдер а не мкадир я привожу пример как можно не писать на шеле а писать на питоне это функция из библиотеки которая приезжает с дуетом которая нужна для всяких таких вот повседневных вещей мало ли что еще на платформу независимую удобно да она ну ровно ради этого мкадир короче вообще любая вот проблема с тем с заменой мейка вот на это все безобразие что он немедленно распухает прям на глазах ну дядя Вадимович кажется мы удалили ноу точка дьё вы про это уже говорили блин хорошо давайте еще раз сделаем это не так сложно было давайте что другое в си так единственно что там конечно сколько там 74 мы ставили 74 и здесь красненький ноу точка дьё ноу точка дьё маленькими буквами давайте его надо добавить обязательно вот ну чё пробуем так таргет и опять я забыл я забыл сохранить что не тороплюсь ну ладно давайте еще раз что там вот это вот здесь вот соответственно крит фолдер статик скобочку не закрыл да вот в отличие от команд шелла который значит на питоне если у нас вместо вместо строки здесь список то это значит будет вызов функции с параметрами вот такими вот ну давайте попробуем еще раз и в шестнадцатой строке таргет все таки да 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 спасибо а где а вот здесь сейчас так ну чё а зависимости мы не поставили молодцы правда так зависимости на таске зависимость на таске где она тут зависимость на задание вот она таск деп догадался штирлиц какой пинга это было н так а двоеточие забыл так дубль 3 вот чем мне нравится инвалид таск пнг таск пнг таск пнг таск пнг хмд Campus таск ну ка Ну-ка, пробуем. Вы, кажется, правы. Может, я неправильный параметр туда вписал? Давайте попробуем ему минус V2 сказать, пускай он хоть скажет, чем он занимается. Может быть, create-фолдер вытащить из actions? Потому что, может, скорее всего, actions запускает чисто bash штуку? Не-не-не-не. Естественно, он умеет не bash. Вот смотрите, сейчас мы этот create-фолдер найдем, его применение. Тюпль. Он должен быть еще тюплем. Все. А тут... А, я сделал список. А должен быть тюпль, да? Может, дело в этом? Ну, это, конечно, я на их месте бы так не делал, конечно. Ну, ладно. Давайте еще раз посмотрим. Вот он actions. Вот начался список акшенов. Вот у нас тюпль. Да? Спасок, список, конечно, тюпль. Ну, вроде все нормально. И второй, и второй action, он же шельный. Пробуем. О! Так, image not readable. Так, ну-ка. Это, знаете, кто сказал? Это Диа сказал. А что она сказала? А как ему сказать, интересно, чтобы он еще и командную строку мне выдал? О, это у Диа просто ошибка в командной строке у меня была. Ну, вот, вот, вот. И вот теперь, наверное... Сейчас только его надо закоммитить. Сказать, сказать, отсюда выйти. Вот. Сказать ему дует erase в жух и дует html. Вот. Причем, если мы скажем, например, touch no.de То он переделывает оба. А, нет, PNG не стал переделать, потому что они чек-суму... Они паразиты смотрят на чек-суму, а не на... Ну, короче, ладно. Вот. Значит, вот примерно так все это устроено в этом самом дуэте. Я его... Значит, задание... Зависимость на задание мы не будем ставить, тем более, что у нас зависимость на задание была только что в примере. когда один таск запускается в зависимости от другого. Вот. Хотя мы здесь могли поставить и зависимость на файл. Понимаете, да? Вот здесь вот мы написали, что html запускается после того, как запускается задание PNG, но могли бы здесь написать file.deb static no.png. Эффект был бы тот же. Пример. Вот пример более сложного дуэта. Вот. Вот. Пример более сложного. Который... Во. Видите, здоровый. Который я привожу в этом самом... В проекте... Это такой... Какой-то такой... Очень тупенький, минимализированный проект нашего семестрового проекта, который мы сдаем. Вот. Как видите, это такая уже вполне себе развесистая программа на питончике. Ватт, который умеет вызывать гитклин, вызывать, естественно, сфинкс, вызывать тесты. Обратите внимание на другой формат. Мы можем, если хотим, оформить таск как последовательность сабтасков, и тогда мы просто пишем вместо ретерна yield, и он их по очереди вызывает. Ватт. Эта штука становится со программой, но это, в общем, совершенно неважно. Разница стоит в том, что это будет не один таск, а два. И, соответственно, если и этот упадет, то упадет и этот. Вот. А так, если мы напишем return и напишем список экшенов, то они упадут все вместе, как бы сам разбираясь. Вот. Это самое. Перевод с этим, который запускается только в том случае, если изменились питонии файлы. У него есть файл dep, который ему приезжает список, который питоний глоб ему сказал, что только вот эти файлы, потому что только они участвуют в переводе. И если да, то вот, пожалуйста, экстрактор, али валя. Вот. Причем это создание пота, а это уже создание ПО, еще один экшен, а это создание МО. Вот, пожалуйста, вам три последовательных генератора. Вот. Это сборка колеса, о котором мы будем говорить в следующий раз. Вот. Это общая сборка приложения, которая говорит, что, пожалуйста, вот... Ой, а это что? А, это запуск приложения. И это команда запуска всего приложения целиком. Видите? Она говорит, вызвать из этого модуля мейнг, запустить его, при условии, что у нас собран таргет МО. А там начинается. Если МО, то нужно ПО, если ПО, то нужен ПО, ну и так дальше, вглубь, значит, этого. Вот. Как я уже говорил, здесь раньше был огромный подвал следующей темы по сборке колеса, но он не влезает в лекцию, потому что у нас осталось 10 минут. Вот. Поэтому давайте я немножко по-бла-бла, а потом мы можем и на вопросы поотвечать, если у вас они остались и вот еще что-то. Значит, какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, конечно, мейкфайл в три раза короче и до определенной степени понятнее. Но, первое, в мейкфайле нет понятия зависимости между заданиями. И в случае, когда мы имеем дело с деревом фишных файлов, из которых надо изгенерить объектники, из которых надо изгенерить бинарники или там библиотеки, то это нормально, когда мы четко привязаны к файлам. Когда мы имеем дело с неким абстрактным проектом, где вообще-то не только файлы являются предметом разговора, но в принципе какие-то выполняемые действия, которые могут вообще не зависеть от файлов, а, например, зависеть от каких-нибудь переменных на питоне. Вот здесь мы можем написать задание, у которых будет task dep, да, и они будут обмениваться какими-то глобальными конфигами, чем-то таким. Вот. Во-вторых, workflow, как вы понимаете, перед вами, как это, программируйте на питоне сколько-сколько хотите. есть вот этот лип, из которого мы сейчас крейтфолдер импортировали, да, он, как мы видели, повышает шумность, но повышает также и кроссплатформенность. пишите свои расширения, складывайте рядом, импортируйте их, и вот вам, пожалуйста, система сборки чисто на питоне написана, типа сконса. Кстати, есть еще сконс, я про него забыл. А, я про него всегда не вспоминаю, сконс это какая-то очень, у меня очень неприятное ощущение от взаимодействия со сконсом. Вот сколько я не видел ни проекта, ни самих сконс-файлов, это всегда вот человек сидит и лыбится, наверное, он видел. Вот, очень неряшливая штука, категорически, я не знаю, как у них так получилось. Вот. Эти ребята из, значит, дуэта гораздо в этом смысле разумнее. Вот. Значит, что еще стоит заметить? Как правильно нам тут заметил в свое время сокращенец, есть такой файл под названием дуэть дыбы, в котором целая куча всего хранится, какие-то там стемпы, какие-то прям исходники, ну, в общем, он какой-то вот, он бинарный, потому что это дыбы файл. он не умеет на экран, что ли, выводить? Не умеет он на экран. Ну, ладно. Ну, неважно. В общем, его на самом деле в питоне можно открыть, посмотреть, что он состоит. Вот. Давайте попробуем. Интересно же. Интересно, что там лежит. Никогда не заглядывал, кстати. ДБМ, что ли? Да. ЕС. Короче, это база данных относительно самих правил, которые у нас есть в этом самом в нашем сейчас, а есть values какая-нибудь? А, слушайте. Ха-ха-ха. Вот. Относительно самих правил, которые у нас есть в дуэт файле, когда они были запущены, какой у них этот самый, сколько времени заняло, ну, короче, вот это вот все. Вот. Да. И этот файл в силу того, что он бинарный и непонятный, иногда приобретает какое-то такое странное состояние, что у вас дуэт отказывается делать нужные действия по непонятным причинам. Его можно просто удалить. Конечно же, он является генератором, ни в коем случае не надо его хранить. Вот. А можно не удалять, а сказать дуэт фаргет что-нибудь. Смотрите. Дуэт, фаргет. Что там было? HTML. Нет, PNG. Предположим, он забыл, что мы сделали это самое, PNG. Да? Упс, нет такого. Не делали мы никакого PNG. HTML делали, а PNG не делали. Вот. Это значит, что я сейчас скажу дуэт, HTML, он, естественно, сначала сделает PNG. Вот. Такие дела. Собственно, на этом кажется все. В силу того, что эта лекция была уполовинена и влезла в целую лекцию в результате. Домашняя задача еще очень короткая. у вас должна быть автоматизация выгонки всех целевых генератов, которые есть у вас в проекте. Перевод, документация, другая документация, запуск тестов и в следующий раз у нас еще будет изготовление колеса. Все это должно быть автоматизировано. Желательно в дуэт. Хотите, делайте makefile. Да? Мне будет приятно, если вы сделаете makefile. Но если вы сделаете дуэт, мне тоже будет приятно. А вот если вы напишете ямль для этого самого, для гитхаба, мне будет менее приятно. А можно и то, и то? Можно, конечно. Но в принципе вы можете в этот ямль воткнуть дуэт и сказать поставь мне дуэт туда и дуй. Я обычно делаю так. Еще вопросы? Ну вот мы сегодня закончили раньше. Всем спасибо. В следующий раз тогда у нас разговор про изготовление уже колеса. Вот. И что в него должно входить и как он изготавливается. И этот следующий раз, еще раз напоминаю, у нас в субботу. Вот. Единственное что? Нет, не единственное. Вот в субботу во время, после прака сразу. Все. Сокращенин замечает, что я выдал три оценки. Приятно, тоже приятно и менее приятно. в субботу. Спасибо. Субботу. Продолжение следует...